Женщины и совсем молодые девушки, живущие в западных странах, присоединяются к экстремистским группировкам. Почему они пополняют ряды джихадистов? Зачем террористические организации набирают женщин? На эту тему с Евроньюз по телефону беседует Мия Блум, профессор Массачусетского университета, эксперт в области безопасности. Когда в террористической организации появляется женщина, то это может побуждать, мотивировать мужчин присоединиться к группировке. Подобные группы могут заявлять, мол, вы, мужчины, вы прячетесь за женскими спинами, а не пополняете наши ряды. Кроме того, участие женщин в террористических организациях обеспечивает преемственность поколений. Такие женщины будут воспитывать детей в соответствующей атмосфере с тем, чтобы в дальнейшем эти дети пошли по стопам родителей. С мнением о том, что женщина становится радикалом, потому что убили ее мужа или близких, можно поспорить, если вы посмотрите на снимки Хаят Бумидиен, носящую хиджаб и позирующую с самострелом. Она стала радикалом до того, как ее муж или партнер был убит. Организации, которые ранее не привлекали к своей деятельности женщин, а это Талибан, группировки типа Бока Харам и более молодая Шабаб, теперь прибегают к такой практике все чаще и чаще. Даже эти, наиболее консервативные группировки, связанные с Аль-Хаидой, рекрутируют женщин в странах, где их обычно буквально прячут за стенами, где они не появляются в общественных местах. Поэтому мы действительно можем сказать, что террористические группировки стали придавать важное значение привлечению женщин в свои ряды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова